А дойка это ваша господинка. Так что, коровы все же любят ласку. Пока город спит сладким сном, в деревне уже полным ходом идет работа. Оксана Калмыкова начинает доить коров в 5 утра. Говорит даже, что поздно. Летом в это время суток она передает коров пастуху. Да и приходится доить их еще и днем. В принципе, осенью дел меньше. К примеру, огородом заниматься уже не надо. Сейчас меньше. Зимой будет ее больше. Естественно, коровы будут стоять, потому что сейчас они ходят. В том плане, что уход за ними будет зимой больше. А весной, наоборот, молочные продукты, ты будешь перерабатывать больше молока и, естественно, его реализовать нужно. При этом все равно работа есть всегда. Когда коровы отправлены на пастбище, наступает время кормить остальное поголовье. Тут и свиньи, тут и куры, утки, индюки. И вот все сыты, теперь нужно обрабатывать полученное молоко. Пока Оксана занимается этим, ее супруг Владимир управляется во дворе. Вы знаете, обязанности, в принципе, одни и те же. Ну как, мужчина делает тяжелую работу, женщина чуть полегче. Бывает такое, что и делает наоборот, как бы, я думаю, что одинаково. Готовить покушать, там, посуду помыть. Ну да, мужчина. Ну и мужчина помогает, и когда и посуду помыть, когда там что-то там помочь приготовить. Пока городские жители стремятся к многозадачности и продуктивности, в селе эти навыки достигли небывалых масштабов. Дел сделано много, а время только в 8 утра. Пора и ребенка в школу собирать. У Оксаны их трое. Двое уже взрослые и младшая дочь второклассница. Это, ну, женская, наверное, доля, скажем так. Утром встал, ребенка отправил там, управился, ребенка отправил в школу. Также кушать приготовил, он пришел. Это как бы обычно. Я думаю, считаю, что это так. Жизнь на этом построена, наверное. Внуки, дети и все остальное. Дальше по плану отвезти ребенка в школу и молоко творог постоянным покупателям. Они ценят домашние продукты. Наверное, получаются такими хорошими, потому что Оксана со всей душой относится к своим домашним хлопотам. Наверное, уже привычка. То есть, с самого детства с коровами. Ну, нравится мне это. Нравится мне с коровами. Нравится мне вот это вот с людьми общаться, торговать, что-то им продавать, что-то это. Ну, нравится. Просто люблю. Не знаю, почему. В середине дня есть время для небольшого отдыха. Правда, пройдет он не на диване, а в дороге. Оксана и Владимир отправляются в город, чтобы закупить корм для своих животных. А сразу по возвращении пора приниматься за приготовление обеда. Тем более, скоро дочь придет из школы, а потом и коровы вернутся. Их опять надо будет доить. Для городских такой режим может показаться невероятным. И, казалось бы, проще уехать в мегаполис и забыть эту деревенскую суету. Но вот Оксана так точно не думает. Так за всеми домашними и дворовыми хлопотами прошел почти весь день. А еще надо опять подоить коров, приготовить ужин, сделать уроки с дочкой и собрать рюкзак на завтра. Этот день почти закончился, и мы вернемся в город. Оксану Калмыкову завтра ждут те же самые дела. Переоценить труд сельской женщины невозможно. Наверное, поэтому о таких говорят, что и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. И, как теперь мы знаем, они могут и делают каждый день даже больше. Денис Проскурин, Юрий Друзякин, Дон-24, Усть-Донецкий район. Резаем рыбу. Резай обороты. Резаем рыба.